Приблизительно 71% земной поверхности занимает мировой океан, и мы пока что исследовали лишь малую его часть, от силы процентов 5. В океанских глубинах таится много интересного и неизведанного, и изучить все это, дело будущего. Вот в Марианской впадине нашли новые виды животных, и таких открытий чудных может быть еще много. Но, а мы пока вспомним несколько легенд, загадок и страшилок, связанных с океаном, не для слабонервных. На пляже моря Селиш в Британской Колумбии, Канада, начиная с 2007 года регулярно находят кроссовки и ботинки с остатками отрубленной ноги внутри. В феврале прошлого года нашли уже 16-й по счету. В основном ноги мужские, но есть и женские, и почему-то в основном правые. Почему их выбрасывают на берег в этом месте с такой регулярностью? Что причиной, убийство людей или их самоубийство? Почему в основном это спортивная обувь, точного ответа до сих пор никто не знает. Целую команду, 23 человека, захваченного сомалийскими пиратами судна удалось спасти благодаря брошенной имя в океан бутылки с запиской внутри. Бутылку им удалось незаметно выбросить через иллюминатор. Удивительно, но она достигла цели. Неподалеку находились военные корабли Великобритании и США, которые поспешили на помощь попавшим в беду морякам. Пираты сразу же сдались, понимая, что их игра проиграна, но не понимая, что к этому привело. Так что в этой легендарной истории счастливый конец. Тайна Марии Корабль-Призрак. Это всегда гарантированно захватывающая страшилка. И история Бригантины Мария Целия Леста, не исключение. В 1872 году в 400 милях от Гибралтара этот корабль обнаружили с чуть затопленным трюмом, снятыми крышками люков, заколоченной каютой капитана и без единого человека на борту. Так как спасательная шлюпка отсутствовала, равно как секстант и хронометр, было высказано предположение, что команда покинула корабль, однако все личные вещи моряков и груз, состоявшие из спирторектификата, а также полугодовой продовольственный запас, были на месте. Матросы даже свои трубки с собой не забрали. Согласно судовому журналу на борту Марии Целия Леста находились, капитан, его жена и их двухлетняя дочь, плюс семь человек команда. Их судьба так и осталась покрытой мраком. Выдвигалось множество теорий, нетеж, нападение пиратов, паранормальное явление, Бермудский треугольник, пришельцы, глубоководные монстры, мошенничество со страховкой. Наиболее правдоподобным объяснением кажется версия про то, что из-за неплотно закрытых бочек произошел взрыв спиртовых паров, и люди в панике покинули корабль, чтобы переждать опасную ситуацию. Однако потом трос, которым крепилась шлюпка к кораблю, оборвался, и ветер разогнал бригантину и шлюпку в разные стороны.